Девочки, всем доброе утро! Сегодня на календаре у нас 30 апреля, я начинаю записывать свой новый влог. Посмотрите, какая красота! Я уже распаковала, сняла бантик. Вот такую вот красоту делают у нас в кондитерской. Посмотрите, как вы думаете, что это? Я сначала думала, что это такое пироженка, но когда раскрыла, я была очень удивлена. Смотрите, я просто в восторге. Вот такая вот шкатулочка к пасочке. Это конфетки. Просто невероятно. Это все имбирная выпечка. Смотрите, какая красота! Как такое можно сделать? Я просто в шоке. На подарок классно. И вообще, в принципе, просто деткам подарить. Но это нереально такую красоту. Даже жалко кушать. Пока будет украшать мой столик на кухне. Но это невероятное что-то. Просто произведение искусное. Делюсь с вами своим небольшим уловом. Забегала в Еву. Ну, буквально очень быстро. Я, конечно, не люблю совершать таким образом покупки. Я люблю зависнуть у витрины, наверное, на час, на два. То есть я люблю все рассмотреть, понюхать, потрогать, протестировать на руке, на губах. В общем, но времени у меня был в обрез. Мне нужно было что-либо срочно для бровей, так как мой любимый для бровей продукт закончился. Но мне он, если честно, надоел. Он хороший. Он меня полностью устраивает, но он мне надоел. Захотелось чего-то нового. Я решила попробовать такой вот корректор для бровей от Evelyn. У меня уже был бесцветный. Вот. И бесцветный мне, в принципе, нравился. Решила взять коричневый. Я не люблю красить брови слишком черным, чем-то таким, да, карандашом или тенями. Но и все-таки я придерживаюсь того правила, что брови должны быть светлее, чем ваши волосы. Вот. Поэтому, дабы они выглядели более-менее натурально, я взяла такой вот продукт от Evelyn. Надеюсь, он меня не разочарует. Ну, по крайней мере, здесь заявлено очень много, что она фиксирует и насыщает глубоким цветом. Сначала я хотела взять тот, что с хной, который постепенно окрашивает, но как-то я повертела, посмотрела и подумала, что лучше я попробую этот. И такой вот карандаш знаменитый от Lame, это гелевые в оттенке 0,3. В моей Eve было, который рядом со мной, 0,4, 0,8 и 0,7. Вот. Из всех оттенков я решила выбрать этот. Вот. Вот. Поэтому будем пробовать. Очень интересно. Вот. Стоил этот карандаш 34 гривны. Вот. Ну, посмотрим. Хочу вам показать свою покупку. Такую вот пасту беру в сети магазинах SELPO. Вот. На самом деле, где много она продается, это охлажденное тесто. Здесь у нас срок годности, видите, не сильно большой. То есть 10 дней. За 10 дней нужно эту пасточку съесть. Сегодня у нас 1 мая. Вот. Я люблю. Она очень быстро готовится. У нее неплохой состав натуральный. И здесь максимальное количество белка. Конечно, углеводы тоже есть, но они полезные. Вот. Так что сейчас буду делать. Может, с креветками. Может, просто 4 сыра. Вот. Только что была на почте, забрала свою красоту. Девочки, посмотрите, какая красотень. Такой вот чокер, который вы одеваете на шею. Вот. Такой вот бюст кружевной. Цвет, конечно, я думала, что будет ярко-красный. Но на деле он оказался таким, знаете, больше бордовым, что ли. Вот на камеру, кстати, сейчас передает тоже больше красным. Кружево очень нежное. Посмотрите, какая здесь красивая копка. Трусики бразилиана. Вот. Вообще супер обновила свое белье. Еще одно присмотрела. Тоже закажу у этой девчули. Он очень-очень классный. Здесь у меня чашка 75Б. Но декольте глубокое. Вот. Поэтому, конечно, возможно, не на каждый день. И по все наряды. Но, мне кажется, такое белье должно быть у каждой девушки. Такое вот, знаете, необычное. Какое-то очень яркое, провокационное, дерзкое, сексуальное. Это очень красиво. Возможно, я не очень красиво показываю. Вот. Сейчас за рулем как бы еду, времени нету. А потом забуду вам показать. Вот. Поэтому вот такая вот красота мне пришла. Спасибо. 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 Девчат, как вам моя красота? Только что пришла с почты. Распаковала. Не могу на нее налюбоваться. Просто посмотрите, как она идеально, мне кажется, вписалась в мой интерьер. До этого у меня была лампа. Я вам показывала. Но она больше, знаете, подходила под такой лаконичный дизайн. Под белые какие-то обои. Под такую, знаете, более такую кровать. Лаконичную. Вот. Эта лампа, мне кажется, просто идеально подошла. Когда я ее увидела в инстаграме, я просто не смогла прийти мимо. Я давно такую хотела. Вот. Это такой вот золотой ананас. Да. Такой вот. Очень классно. Все очень красиво. Необычно. Самое главное. Ну, идеально. Вот. Поэтому довольная, как слон. Теперь он будет украшать этот ананасик. Мой декор, да. Мою комнату будет украшать. В общем, я безумно-безумно довольна. В реале она еще круче выглядит, чем на видео. Вот. Напишите, нравится вам или нет. Такой вот вид, вид моей прикроватной тумбы. Еще хочу вам показать такую вот штукенцию. Заказала я такой вот баттер. Вишня в шоколаде. Вы знаете, я немного расстроилась, когда открыла. Пришла домой, открыла. На почте забрала. Вот. Почему? Потому что он оказался жидкий. Масло с шеей, которое здесь есть в составе, указано производителем, как такой, знаете, в виде взбитых сливок. Запах, конечно, божественный. Вот реально запах таких, знаете, конфет, вишня, в коньяке, что-то такое в каком-то вот, да, в конфете. То есть, такой вот шоколад отчетливо слышен. Какой-то такой, знаете, кислинка, которая дает вишня, пряность такая вот горчинка, пикантность какая-то. Очень крутой аромат. Был там банановый, по-моему, вишня в шоколаде и кокосовый. Вот. Но все мне приелись. Уже банановый у меня был, кокосовый. Как-то тоже, знаете, постоянно на слуху, так сказать, потому что я делаю кокосовые маски для волос. Но я расстроилась. Я больше люблю такие твердые текстуры масел. Я их люблю разносить на ножки, на ручки. Они очень круто увлажняют. Поняла, что баттеры должны быть у меня всегда, именно для ухода за руками и за ногами. Вот. Больше никуда я его не наношу. Могу наносить на локти, на какие-то сухие участки тела. Вот. В принципе, и мне очень нравится эффект. Мой баттер уже, к сожалению, подошел к концу. Увы и ах, поэтому... Ну что ж, буду пользоваться этим. Хотя, конечно, я думала, что будет по-другому это все дело выглядеть. Я здесь все хорошо не понял. Напишите в комментариях. Пробовала ли вы, интересно, не видела раньше новиночку. Я выбирала между таким и костюм, и чердак. Либо такой взять, шампунь. Даже не знаю. Что-то у меня с вами творится неуде. Нужно по-любому иметь шампунь, но он тут играет. Может, не уйдет. Всем привет. Решила появиться в своем блоге. По знакомой вам дороге. Решила прогуляться. Оставила свою машину во дворе. И топаю из магазина. Купила в Вайкике ребенку своему бодики. Вот шопинг уже не тот. Когда ведешь себе что-то смотреть, а покупаешь в итоге ребенку. У вас также мамочки. Я вот не могу, чтобы что-то ему не прикупить. Хотя у него уже гардероб больше, чем у меня. Такой вот у меня лук. Как обычно, мой любимый комбинезон. Я из него не вылажу. Суперудобные вещи. Must have. Для меня это комбинезоны. У меня их очень много. И зимние, и весенние, и летние. В общем, как-то так. Девчата, показываю вам быстро, что мы сегодня купили из продуктов. Такие видео зашли. Вы мне многие писали в инстаграме, в директ, что вам понравилось. И я решила провести небольшой взор. Первое, что я купила в АТБ, это такие вот кошачьи шучки. Булочка. Сыр янтарный. Это то, что мне было на рейтинге. И королька такая. Вот буду делать такие рулетики. Потом, может быть, выложу вам рецепт. Далее, здесь у нас все просто. Здесь взяла два чая. Этот мне очень понравился. Чаек. Обожаю. Тортик не мне. И такой чаек. Люблю в последнее время в пакетиках. Чтобы не париться с заваркой. Далее, тут у нас лабаш и демор. Это на сейчас у гримку. И здесь у нас мяско, соус для кебаб. Это на сейчас. Чтобы не париться. Из овощного отдела на рынке мы взяли орешки, которые не доставали. Лук, бананы, лимоны, яблоки, молодые картофель. Вот, в принципе, и все. Все остальное, помидоры, огурчики, у меня есть. И в молочном. Взяла как-то ребенку кефирчик. Такой вот. Потом молоко. Молоко у нас сейчас очень хорошо идет. Я все кашу и танку себе варю на молоке. Это ребенку, это себе. В последнее время подсела именно на такие штуки. Знаю, что в них есть сахар. Но они безумно вкусные. Не могу себя лишить такого десерта. Ну, как обычно, это творог нулевка, сметана и ряженка обычная. Брала с яблоком такую. Фигня полная, девочки. Не берите. Мне абсолютно не понравилось. Далее. Тут взяла брынзочку для салатов. Люблю. Иногда беру петлю, иногда брынзи. Мой любимый сыр бри. Мне хватает такого объема на еду. Так, майонез, подсолнечное масло. И здесь у нас рыба. Толстый лобик с теками и фарш рыбный для котлет. Также в холодильник я уже положила филе индейки и куриное филе. Тоже хочу что-нибудь попробовать, проэкспериментировать с куриным филем. Может, просто сделаю с ананасом. Очень люблю отбив ножки с ананасиком консервированные. Вот такой вот скромный, а может быть и не скромный, не знаю, набор продуктов. Конечно, что-то я покупаю среди недели. Чаще это молоко, ряженка обязательно. Но, в принципе, так. Хлеб, конечно же. Но хлеб я особо не ем. Можно сказать, вообще не ем, когда очень мне захочется кушать хлебцы. Вот так вот, девочки, пишите, что вы кушаете. Будет интересно почитать. Конечно, мой самый любимый отдел – это фруктовый. Без фруктов я жить не могу. Бананы у меня идут очень хорошо. Сейчас присела активно на бананчики. Вот. Надай картошечку. Ням-ням. Так, девочки, показываю вам свой новый маникюрчик. Смотрите, на камеру он такой красный, но на самом деле он оранжевый. Такой вот сочный цвет. На пони елочке это просто такая сочность. Вообще мне жутко испортили ногти. Я уже, не знаю, меня третьего мастера. И вы знаете, это просто какая-то печаль печальная, потому что изначально гель отходил у меня от ногтевой пластины. Вы представляете? То есть просто я ничего такого не делаю. То есть всю домашнюю работу я делаю в перчатках. И слойки были просто колоссальные. Не могу сказать, что в этот раз я довольна. Я заплатила где-то 350 гривен. Я не знаю, дорого это или нет. У своего мастера, бывшего, я платила в районе 250. Правда, она мне сделала с выравниванием и с укреплением. Вот, маникюр аппаратный, как я люблю, в принципе, все хорошо. Но для меня в приоритете, чтобы ногти были крепкие, чтобы гель хорошо носился. Потому что я уже поменяла кучу мастеров просто в разных салонах, в различных концах города. К сожалению, я не могу найти своего мастера. Я вам уже жалуюсь по этому поводу, но да, это настолько тяжело. Сейчас вот загорелась, опять хочу ресницы, потому что уже близится лето. Скоро мы часто, наверное, я подозреваю, будем ездить куда-то на море, за город. И меньше всего на отдыхе хочется краситься. Это очень удобно, хотя я не очень люблю нарощенные ресницы. В плане того, что когда они мне очень быстро отрастают, и когда они у меня отрастают, это смотрится все очень убого, некрасиво и неаккуратно. А ходить каждые полторы недели и лежать по два-три часа, это для меня непозволительная роскошь. Собственно говоря, но желание и желание. Вот сейчас ищу мастера по ресницам. Надеюсь, мне повезет больше, чем в прошлый раз, когда я буквально вычисла все ресницы, когда они у меня все повыпадали. Еще я сегодня покрасилась, но я даже не успевала расчесаться. Представляете, я так быстро утром выбегала из дома, что я даже не успела расчесать волосы. Я ездила в машине с мокрой головой. Вот. Так что такие вот у меня новости. Я думаю, по моему уставшему виду вы можете понять, что день у меня сегодня был не из легких. И вообще, вы знаете, я заметила такую особенность, что на меня очень сильно влияет даже не столько погода, сколько всякие магнитные бури, какие-то ураны, Нептуны, не в тех звездах. Потому что я много раз замечаю, что когда я сильно раздражительная, злая, какая-то недовольная собой, другими жизнью, то потом мне кто-то говорит, либо я где-то читаю, что там как-то созвездия не так встали. Вот, вполне возможно. Поэтому я делаю вывод, что я очень зависима от таких вот штукенций. Вот. Нравится мне яркий маникюр очень. Почему-то, когда я долго ношу бежевый, ну как долго этот маникюр, я вообще проносила очень мало, 12 дней, вот, то мне хочется каких-то ярких красок. Мне очень надоедает бледность, поэтому я чередую. Вот. Так что такие вот делишки.